всем привет блендер 2 81 и давайте рассмотрим в этом ролике как сделать простую анимацию какие программы могут в этом помочь словом погнали вот такая вот гражданка и вот такая у нее анимация ролик с движением вот этого персонажа я выложу в конце будет вставлен в конце ролика посмотрите ну погнали разбираться как все это дело делать первая программа которая может помочь именно сделать простую анимацию простого персонажа это вот icon 7 давайте подгрузим какого-нибудь персонажа так вот можно выбрать вот в этой вкладке аватар нажимаем на аватар высвечиваются вот такие вот варианты мы давайте подгрузим гражданина выделяем левую кнопку мыши кидаем его на экран сейчас вот он загрузится и посмотрим что еще тут можно сделать вот такой персонаж подгрузился через альт левая кнопка мыши это мы можем его передвигать альт зажатая правая кнопка мыши вверхим его вот так вот и колесико можем приближать его так все это дело устанавливаем вот таким вот образом так еще немножко подкрутим альт правая кнопка мыши смотрим что еще тут есть тут есть позы вот вы нажимаете можете изменить позу позу персонажа любую поставить давайте сейчас посмотрим какой нибудь так вот он но тут эту вкладку откроем вот папка позы щелкаем по ней немножко у меня медленно все работает и вот вы когда нашли в ту позу которая вам подходит вы можете ее взять и вкинуть именно на персонажа вот персонаж изменил позу анимации у него сейчас нету если просматривать анимацию простую тоже здесь можно делать он колзет возвращается на шаг назад вот это поза нам подойдет именно для следующего этапа создания анимации находим именно вот правой вкладке теперь позу находим эдит модулей вот такой гражданин высвечивается вот такие появляются кости можете переключиться на манипуляторы вот перемещение выкручивание и ставите на какую-нибудь кость и вот так вот можете все это дело крутить вертеть вот так но для начала чтобы поставить именно анимацию давайте вот поставим вот этот полозок чуть-чуть передвинем зеленый вот так и теперь включим edit motion layers выбираем допустим какую-нибудь кость вот эту так ставим манипулятор переключаемся на кость и вот так все это дело можем опустить это сильно где-то вот так мы следующую кость теперь переключаемся на курсор курсор выделяем другую кость опять же манипулятор и можем еще немножко передвинуть ползунок вот этот вперед и вот так ее чуть-чуть поставить так теперь что происходит вот вы видите что все меняется вот таким вот образом следующий этап опять ползунок перетягиваем перетягиваем берем ползунок и тянем его еще на какое-то расстояние здесь вот показываем уже кадр или шаг будем потом разбираться опять же ставим выделяем вторую руку и ставим на какую-нибудь кость выбираем теперь вот эту вот руку вот так это дело все выкручиваем и и немножко можем ее так вот так вот покрутить следом опять ползунок этот зеленый передвигаем и теперь можно сделать чтобы он нам помахал вот так вот еще ползунок передвигаем делаем вот так вот ну еще раз левая кнопка мыши вот так ну теперь давайте все это дело посмотрим нажимаем play и вот рука уходит и пошла вот такая вот простая анимация теперь теперь же можно поставить задний фонт выбираем вот это вот контент эмоцион и находим ну давайте вот 2d посмотрим что тут есть 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 тут цвет эффекты камера и так далее так что тут 3d сцена help вот можно поставить допустим горы вкидываем на задний фон на задний план и допустим вода пусть он в воде стоит добавляем какую-нибудь воду тут можно добавлять опять же эффекты вот что-то приглушать что-то добавлять размер так вот вот также тут есть вот клавиша сцена можем смотреть что тут вставлено и регуляторы ну вот такая вот получилась модель на нее нажимаем и теперь нужно все это дело сохранить так курсор выберем всю модель вот так и нажимаем файл экспорт fbx вот таким вот образом и уже можем все это дело потом экспортировать в блендер еще одна программа которая может помочь создать персонажа для анимации это вот так характер креатор 3 если неправильно прочел то название в начале ролика есть баннер так опять же alt левая кнопка мыши переносит alt правая кнопка мыши зажатые все это дело крутит вертит вот такой персонаж гражданки теперь можно ее одеть это вот выбираем одежду вот она и сейчас все это дело подгрузится и выберем ну давайте платье нажимаем на платье и какое-нибудь платье вот так вот перетащим на модель сейчас все это дело подгрузится оденется персонаж и можно будет дальше с ним работать вот такое платье надо теперь добавить прическу находим теперь прическу есть тут также обувь сейчас добавим сначала наверное обувь так вот какие-нибудь туфли вот эти туфли перетащим опять же на персонажа сейчас она обуется и будем добавлять ей прическу персонаж обулся теперь находим именно так это у нас позы здесь у нас для мужчины именно кепка очки для мужского персонажа также для мужского персонажа обувь его одежда майки вешалка так находим персонажа находим голову можно вот выбрать именно голову для вот этого гражданина для мужского для женского типажа и находим прическу вот такая прическа давайте добавим вот эту вот теперь симпатичнее девчонка стала и вот эта модель уже может уходить на другую программу здесь также есть манипуляция так это у нас именно позы посмотрим что тут за фэмейл вот можем поставить ее вот в такую позу и уже скачать готовую модель вот сейчас она подгрузилась и alt правая кнопка мыши крутим вертим вот такая вот прикольная штука получается уже готовый персонаж этому персонажу можно в the brush поменять голову экспортировать вот эту модель именно в fbx формате в the brush и уже изменить черты вот это лица персонажа так ctrl z возвращаем все в т позу вот эта поза нам уже подходит как все это дело сохранять заходим в файл находим экспорт находим вот можно в abs формате в т позе сохранить можно fbx нам нужен именно fbx формат вот так вот его сохраняем можно fbx закинуть в the brush можно также вот тут настройки то что включить именно в этого персонажа вот эти все сохранятся текстуры и так далее жмем экспорт выбираем выбираем на рабочий стол или в папку какую-то называем как-нибудь эту модель сохраняем и ждем чтобы в следующую программу экспортировать модель я ее сделал именно дайна мэш вот так она выглядит немножко с ней поработал чтобы она полегче стала потому что сейчас будем импортировать в миксама и вот этой модели в принципе для объяснения будет достаточно сюда она уже подгружается со всеми текстурами и так далее вот если вы подгружаете именно fbx формат вот экспортировать импортировать можно и также импортируете в ops формате если то вот нажимаете открыть и подгружается модель полностью с волосами с текстурой но она весит очень много я не стал тратить время на это вы уже проэкспериментируете возможно сами ну вот такая получилась облегченная модель ролики все как все это делать я кину под этим роликом и вот теперь мы это все делаем после обработки или уже готовую модель с изменением лица вот можно допустим здесь что-то теперь пролепить где-то что-то вот выгладить как-то доработать модель ну в принципе облегченная выглядит вот так она так все теперь мы это дело все экспортируем нажимаем экспорт сохраняем в папку или на рабочий стол и сейчас идем в другую программу вот такая программа миксама как загружать я выложу уже ролик есть на эту тему по этой программе именно онлайн модель вот подгрузилась здесь вот можно ей манипулировать перекручивать смотреть вот она установлена все прикольно выглядит ну и теперь нужно ей анимацию именно выбрать давайте выберем ей анимацию ну допустим вот эту здесь очень много готовых именно уже пост анимации вот она может танцевать вот так все двигаться можно еще что-нибудь ей выбрать посмотрим давайте это вот танец а вот есть еще драка вот женщина дерется вот так с разных боков это все дело видно вот такая штука так вот можно еще вот это вот выбрать будет симпатичнее наверное все теперь можно ставить на паузу анимация ей подгружена ползунок можно вернуть вот так назад и теперь жмем download сохранить сохраняем fbx формате frame per second 30 секунд так white skin стоит здесь вот можно разные ставить настройки так non keyframe uniform и так далее настройки можно уже ставить какие вам понадобятся так жмем download и сохраняем все это дело опять же или в папку или уходит она на загрузки именно папка загрузки файл сохраним все нам это уже не нужно мы можем это дело все закрыть заходим опять в blender 2.81 нажимаем файл и нажимаем импорт импорт формат fbx так находим теперь на рабочем столе где находится наша модель мы ее подгружаем сейчас она загрузится так модель подгрузилась куб выделяем жмем delete на клавиатуре она нам не нужна так теперь вот так все это дело устанавливаем смотрим что то так вот эту косточку так переходим теперь в режим редактирования снимаем выделение и вот эту косточку можно удалить нажать delete кости вот так удалить эту кость теперь переходим в режим позы и смотрим что тут у нас получается вот моделька движется уже с анимацией вот такая у нее штука теперь можно добавить ей тут атмосферу задний фон еще какие-то детали ну и как все это дело сохранять да заходим сначала вот функцию render properties так здесь вот render viewport установлен следом заходим output properties и вот находим вот эту функцию здесь кадр начала конец шаг вот все здесь устанавливается можно до установить что-то доработать здесь вот процесс этой анимации находим место вот здесь открываем вывод находим место куда будем сохранять допустим на рабочий стол все это дело пишем название и применить следом выбираем именно формат формат можно вот avi jpeg выбрать просто png jpeg и вот выбираем допустим avi формат так качество 90% можно поставить все 100 с расширением ставим вот такую функцию и заходим теперь в рендеринг и находим рендеринг анимация нажимаем на нее высвечивается вот теперь вот такое окно и сейчас проходит рендер и сохранение именно видеоролика у меня это немного очень долго происходит так как у меня агрегат слабоватый на анимацию вот приходится именно вот таким образом уменьшать детализацию и качество модели чтобы все это дело вот так вот работало ну вот такой обзор именно программы которые могут помочь в работе над анимацией над персонажем и как вставить кости именно самому сделать именно анимацию я выложу ролики которые уже есть на канале под этим роликом словом смотрите как то стыкуйте ну вот в таком духе рассмотрена и эта тема теперь можно будет рассмотреть отдельно программу и клон потом характер креатор и уже надеюсь в будущем сделаю полностью своего персонажа анимирую именно поэтапно все всем пока до свидания но она не 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 а не она Продолжение следует...